Давайте продолжим изучать Аристотеля. Пожалуйста. Итак, пусть это и будет предварительное описание высшего человеческого блага, потому что сначала нужно, наверное, дать общий очерк, а уже потом подробное описание. Всякий, пожалуй, может развить и разработать то, для чего есть хорошее предварительное описание. Да и время в таких делах, добрый подсказчик и помощник, отсюда и успехи в искусствах. Всякий может добавить недостающие. Всё, что было сказано Аристотелем ранее, это набросок, который может дополнить каждый. Практика подскажет вам, чего не хватает в этом наброске. Каких может быть тем, каких может быть ещё обсуждений искусств. Ведь Аристотель ведь заканчивает, по сути, на враче, военачальнике и каком-нибудь ремесленнике. Сейчас мы можем добавить программиста к списку искусств. Не было никогда такого искусства программирования. Сейчас есть. И поставить вопрос, высший врач или программист? Но этот набросок, который Аристотель даёт, он крайне важен, потому что он обеспечивает рамки всего рассуждения. Сколько бы новых профессий не появилось, сколько бы времени не прошло, мы никуда не денемся от заданных Аристотелем рамок. Разнообразие и иерархия, всякая человеческая деятельность стремится к благу, существует высшее благо, которое мы можем вычленить, которое будет объединять в себе все остальные блага, прибавление блага к высшему благу не делает большего блага, Платон неправ и так далее, и так далее. Надо, однако, памятуя сказанное ранее, не добиваться точности во всём одинаково, но в каждом случае сообразовываться с предметом, подлежащим рассмотрению, и добиваться точности в той мере, в какой это присуще данному способу исследования. Да, а это манера, то есть раньше Аристотель описывал предмет, а теперь описывает манеру, ровно как и обещал, обращение с этим предметом. Точности не надо добиваться максимальной никогда. Надо добиваться ровно такой точности, которая соответствует предметам. Действительно, по-разному занимаются прямым углом плотник и... Геометр. Геометр, ибо первому он нужен с такой точностью, какая полезна для дела, а второму нужно знать его суть или качество, ибо он зритель истины. Да, то есть если бы это было философское размышление, а не политическое размышление, тогда действительно мы могли бы поднимать более серьёзные вопросы и требовать от Аристотеля более твёрдых, более чётких ответов на эти вопросы. Но так как этика имеет отношение к политике, то уровень чёткости и уровень вопросов немного занижен. Подобным образом следует поступать и в других случаях, чтобы, как говорится, задел не больше дела глубь. Не следует также для всего одинаково доискиваться причины, но в иных случаях достаточно правильно указать, что нечто имеет место, как и в связи с началами, ибо что дано – это первое и начало. Одни из начал постигаются через наведение, другие – чувством, третие – благодаря некоему приучению, а другие – ещё как-то иначе. Нужно стараться преследовать каждое начало по тому пути, который отвечает его природе, и позаботиться о правильном выделении начала. Ведь начало имеют огромное влияние на всё последующее. В самом деле начало – это, по всей видимости, больше половины всего дела, и благодаря началу выясняется многое из того, что мы ищем. Вроде понятно, а вроде непонятно, что сказано, что всё это за начало такие, почему одни – начало, одни – начало, другие – начало, другие – начало, как они влияют на последующее. В общем, мутная тема. Но для того, чтобы прояснить её, мы должны открыть политику, первую книгу. Давайте я вместе с вами её открою. Это 15. Излагаемое станет ясным. Излагаемое станет ясным при рассмотрении с помощью усвоенного нами ранее метода. Как в других случаях, расчленяя сложные на его простые элементы, мельчайшие части целых, и рассматривая, из чего состоит государство, мы относительно перечисленных понятий лучше увидим, чем они отличаются одно от другого, и возможно ли каждому из них дать научное объяснение. И здесь, как и повсюду, наилучший способ теоретического построения состоял бы в рассмотрении первичного образования предмета. Да, рассмотрение тех самых началов. То есть мы перед собой имеем некую развитую практику. То есть вы смотрите на современное государство, там видите гигантское разнообразие всевозможных практик. Вот чтобы не запутаться в нём, чтобы не испугаться его, вы должны расстрелить эти практики на базовые их составляющие, а затем, понимая, что эти практики уже развитые практики, свести их обратно к их началу. Иными словами, вы смотрите на всё многообразие современной политики и говорите себе, ну то что здесь взяться? И говорите, хорошо, давайте мы попробуем взяться за обсуждение несправедливости, давайте посмотрим на действия судов. Суды имеют отношение к государству? До 100% имеют. К политике тоже имеют. Суды – это развитая практика. И вы говорите себе, нет-нет-нет-нет-нет, мы должны не рассматривать суды, а вернуться к началу, из которого исходит идея правосудия. И это идея справедливости. Только когда мы с неё начнём, тогда нам будет понятно, как эта идея отразилась на практике, как она превратилась в современный суд с адвокатом, с прокурором, с тройкой судей, с присяжными. Потому что иначе, если мы будем просто на это смотреть, на всё, мы не сможем понять, откуда это и зачем это нужно. И как к этому пришли. Почему, например, присяжных 16? Почему не 17? Ведь не целое число выглядит логичнее, чем целое. Оно не может пополам разделиться. Их даже меньше. Их 6, и в некоторых случаях 8. Почему 6 и 8? Вот вы говорите, в некоторых 6, а в некоторых... А на каком основании? В некоторых 6, а в некоторых 8. Почему не 10, не 20? В античном суде, если вы помните их сколько, 500 присяжных, они же судьи. Зачем нужен отдельный судья от присяжных? 500 и сейчас человек вы, наверное, не подкупите так, чтобы это было незаметно. То есть даже если вы супербогатый, всем придётся дать существенную сумму и при этом одновременно ещё и убедить всех, чтобы каждый не говорил другому, сколько ему дали. Потому что тогда все попросят больше. У греков именно такая логика и была. Но вы смотрите на греческий суд, смотрите на современный суд, посмотрите на своего мужчину и на меня, на своего мужчину и на меня. И задать, а какое из них хочется? И на каком основании? И как об этом судить? Вот если вы запутаетесь во всём этом, давайте мы вернёмся к самому началу, давайте мы вернёмся к вопросу о справедливости перед тем, как рассматривать сложные механизмы. Точно так же будет касаться не только суда, а вообще любых практик. Налогообложения, опять возвращаемся, о чём я такой сложный? Почему я не могу платить один налог? Зачем я должен платить 10? Плюс ЖКХ, плюс утилизационный сбор, плюс вывес мусора. Зачем? Дайте мне один, скажите, что он будет столько-то процентов, и я не буду мучиться. Откуда такая сложность? А там в соседней стране не такая сложность, у них другая сложность. И так далее, и так далее, и так далее. Судить говорит, не-не-не-не, вот принцип исследования другой, и мы будем придерживаться его. Именно поэтому начало имеет наибольшую важность. Как именно развернётся практика справедливости, не имеет большого значения, если мы знаем, что такое справедливость. Потому что практика справедливости не будет иметь большого люфта по отношению к самой справедливости. Но если мы не знаем, что такое справедливость, мы не можем отличить справедливую практику от несправедливой. Почему 6 присяжных – это справедливо, мы не можем сказать, А 40 несправедливо. Или там 7 хотя бы несправедливо. А на каком основании? На основании справедливости. Вот, и мы вернулись обратно. А мы вернулись обратно. Хорошо. Исследовать это начало, то есть части, нужно исходя не только из выводов и предпосылок нашего определения, но также из того, что об этом говорят. Да, Аристотель всё время приземлён. Он не забывает, что речь не идёт об отвлечённых материях и фигурах. Речь идёт о людях, и значит мнение людей и общее принятое мнение должно учитываться. Ведь всё, что есть, согласуется с истиной, а между ложью и истиной очень скоро обнаруживается несогласие. Итак, блага подразделяют на три вида. Так называемые внешние, относящиеся к душе и относящиеся к телу. Причём относящиеся к душе мы все называем благами в собственном смысле слова и по преимуществу. Но мы именно действия души и её деятельности представляем относящимися к душе. Да. Так как душа выше тела, то блага относящиеся к душе выше, чем блага относящиеся к телу. Я думаю, не нужно объяснять, почему душа выше тела. Таким образом, получается, что наше определение высшего блага и счастья правильно. По крайней мере, оно согласуется с тем воззрением, которое и древнее, и философами разделяется. Определение верно ещё и потому, что целью оно называет известные действия и деятельности. Ибо тем самым целью оказывается одно из благ, относящихся к душе, а не одно из внешних благ. Верно. Счастье, конечно, не имеет отношения к телу, а имеет отношения к душе. С нашим определением согласуется и то мнение, что счастливый благоденствует и живёт благополучно. Ибо счастьем мы выше почти было назвали некое благоденствие и благополучие. По-видимому, всё, что обычно видят в счастье, всё это присутствует в данном нами определении. Одним счастьем кажется добродетит, другим рассудительность, третьим известная мудрость, а иным всё это вместе или что-нибудь одно в соединении с удовольствием или не без участия удовольствия. Есть, наконец, и такие, что включают в понятие счастья и внешнее благосостояние. Одни из этих воззрений широко распространены и идут из древности, другие же разделяются немногими, однако знаменитыми людьми. Разумно, конечно, полагать, что ни в том, ни в другом случае не заблуждаются всецело, а напротив, хотя бы в каком-то одном отношении или даже в основном бывают правы. Итак, мнения большинства и мнения лучших не должны сильно ошибаться. Они могут ошибаться, но не должны сильно ошибаться. Банально потому, что они работают. Эти мнения противоречивы. Одни считают счастьем одно, другие – другое. Одни включают в него это, 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 другие – это, это, а кое-кто ещё и внешние блага включает. Чтобы решить эту проблему, Аристотель включит в своё определение счастья всё это. Он не станет отказывать людям в их представлениях. Он дополнит их представления. Ну, он как интересует, как политика. Ну, так это же книжка с целевой аудиторией, конечно. Не надо исключать мнения людей, надо включать их. Наше определение стало быть согласно с мнением тех, кто определяет части как добродетель или как какую-то определённую добродетель. Потому что добродетели как раз присуща деятельность сообразно добродетели. И может быть немаловажно следующее развлечение. Понимать ли под высшим благом обладание добродетелью или применение её в склад души или деятельность. Ибо может быть так, что имеющийся склад души не исполняет никакого благого дела, скажем, когда человек спит или как-то иначе бездействует. А при деятельности это невозможно, ибо она с необходимостью предполагает действие, причём успешно. Да. Итак, мы поняли, что счастье – это добродетель. Теперь встаёт вопрос. Добродетель – это действие или бездействие? Аристотель говорит, нет, добродетель – это всегда действие. Потому что очевидно, что спящий не может быть добродетельным. А сон – это бездействие по определению. Подобно тому, как на олимпийских состязаниях венки получают не самые красивые и сильные, а те, кто участвуют в состязании, ибо победители бывают из их числа, так в жизни прекрасного и благого достигают те, кто совершает правильные поступки. И даже сама по себе жизнь доставляет им удовольствие. Удовольствие ведь испытывают в душе, а между тем каждому то в удовольствии, любителем чего он называется. Итак, счастье – это не столько добродетель, в смысле обладание добродетелью, но скорее деятельность согласна добродетели. Обладание и использование – это разные вещи, но они связаны между собой. Ниже немножко, вот прямо то, что вы прошли, речь пойдёт об удовольствии. И это большой вопрос. Хотя добродетель сопровождается удовольствием, заключается ли она в удовольствии? Скажем, любителю коней – конь, любителю зрелищ – зрелище, и точно так же справедливое – любящему добродетель вообще всё, что сообразны добродетели. Поэтому большинство удовольствий горятся друг с другом, ведь это такие удовольствия, которые существуют не по природе. То же, что доставляет удовольствие любящему прекрасное, доставляет удовольствие по природе, а таковы поступки – сообразные добродетели. Следовательно, они доставляют удовольствие и подобным людям, и сами по себе. Жизнь этих людей, конечно, ничуть не нуждается в удовольствии, словно в каком-то приукрашивании, но содержит удовольствие в самой себе. Итак, Аристотель обсуждает отношения добродетель-удовольствия или счастье-удовольствия. И говорит нам, что есть два типа удовольствий – естественные и искусственные. Добродетель ведет к естественным удовольствиям, потому что сама по себе добродетель естественна. При этом эти естественные удовольствия не являются целью добродетели, они ее сопровождают просто. Искусственные удовольствия часто являются самоцелью, и они не связаны с добродетелью. Если добродетельствообразно природе, то почему добродетели надо примечать? Ответ на этот вопрос пойдет чуть ниже. Это хороший вопрос и абсолютно правильный, но я уже устал забегать вперёд и портить вам все впечатления. Запомните его, и мы к нему обязательно вернёмся. Мне казалось, вы должны были спросить, а как отличаются естественные удовольствия от искусственных? В чём отличие-то? Понятно, что вы же не испытываете искусственное удовольствие искусственным органом удовольствия. Нет. Не, ну, если искусственное удовольствие – это сама цель, то мы что-то делаем, чтобы получить удовольствие. Естественное удовольствие – это удовольствие, связаны с естественной целью и естественным делом человека. У человека только одно естественное дело. Жить? Нет. Мы его обсуждали до этого же. Дело человека. Дело человека – естественное дело. Вот те удовольствия, которые связаны с этим делом, они естественны. Все остальные удовольствия очевидно искусственны. То есть человек не может быть подлинно счастлив, видаваясь неуственным удовольствием? Конечно. Свинья, может быть, для неё такой тип удовольствия максимально естественен. Но свинья же не может быть счастливой. Как это? Свинья может достигать своей цели. Конечно, свинья не может быть счастливой, потому что, ну как, она может быть счастливой. Когда она оказывается у меня на сковородке, она, конечно, достигает пика максимального счастья. Мы, к сожалению, ничего не можем говорить о счастье для свиней. Можем только сравнивать животных с людьми. Когда человек испытывает максимальное счастье, когда он достигает своей естественной цели. В этом нет сомнений. Если вы про политикник скажете про философов и про следующих, то есть по годам именно с чем-то? Конечно, о философах. И мы говорим сейчас о них же, но говорите, когда они не говорят. Нет, достаточно говорить о принципе, и понятное дело, что если вы понимаете, о чем Аристотель говорит, у вас нет выхода. Значит, искусственно это что-то, а есть так и так далее? Да, 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 вино там попить, полежать женщине, вот это вот все. Это искусственное в том смысле, что оно не свойственно человеку, как человеку. Хотите, не слово искусственное возьмите, а возьмите ненастоящее. Вот есть настоящее человеческое удовольствие, да, а есть ненастоящее человеческое удовольствие. И вот все эти телесные удовольствия, они все, конечно же, ненастоящие. Помните, что говорит Аристотель о людях, которые жаждут таких удовольствий, телесных удовольствий? Скот, он называет их скотом. А свинью, да-да-да, я за что вы помните. То есть это скотское, это нечеловеческое, и потому это неестественное. К сказанному надо добавить, не является добродетельным тот, кто не радуется прекрасным поступкам, ибо и справедливым никто не назвал бы человека, который не радуется справедливому, а щедрым того, кто не радуется щедрым поступкам. Подобным образом и в других случаях. Иными словами, Аристотель не просто говорит, что добродетель – это некая практика. Аристотель говорит, что это практика, выражаясь современными терминами, с позитивным подкреплением. Иными словами, вы не можете быть добродетельным, если вы просто поступаете добродетельно, а внутри себя говорите, какая гадость. Аристотель хочет сказать, что хороший человек и хороший юзиданин не может просто следовать законам, как машина, и говорить себе, на самом деле я другой. То есть это не может быть ситуацией спартанцев, когда мы на самом деле прогнившие и коррумпированные, но внешне мы полностью законопослушные. Нет, говорит Аристотель, добродетель означает, что когда вы делаете добродетельные действия, вы при этом ощущаете позитивное подкрепление, вы при этом ощущаете радость и удовольствие. – Конечно. – Конечно. Самый яркий вопрос будет про богатство. То есть есть такие добродетели, которые невозможны без внешних благ. Вы не можете быть щедрым, если вы нищий. Это физически невозможно. Очевидно, что в хорошем государстве хороший человек должен обладать всеми добродетелями. Он не должен быть только частично добродетелем. – Это для мнения философов? – Это да, да, да. Это для граждан. Да, конечно. Они не могут быть частично добродетельны. Они должны быть как можно более полностью добродетелены. И в этом смысле они должны быть щедрыми. Но чтобы быть щедрыми, они должны быть не нищие. А милостыни – это проявление щедрости или нет? Нет. Нет? Нет. А теперь он говорит, нет. Я так на скидку не вспомнил, что Аристотель по этому поводу точно говорит. Но Аристотель, очевидно, говорит, и мы возвращаемся здесь обратно к людям, которые жжут чести. Перед кем надо проявлять щедрость, чтобы прослыть щедрым человеком? Перед кем надо проявлять добродетель, чтобы получить уважение? Ну, перед добродетелью. Значит, перед кем надо проявлять щедрость, чтобы слыть щедрым человеком? Перед щедрым богом. Значит, перед нищими вы не можете проявлять щедрость. Но философ может, если мне нужно, надо принять. Философ, естественно, может, но он же здравомыслящий человек. Тогда что такое милостыние? Это не щедрость. Это, я сейчас попытаюсь вспомнить антипод щедрости, но я не помню точного названия. Давайте мы скажем это чеванство. То есть, когда вы сыпите деньгами перед нищими, это не щедрость. Потому что вы хотите получить уважение таким образом от плохих людей, от нищих. Только уважение от хороших людей может быть признаком добродетели. И в этом смысле только от щедрых. Значит, вы должны быть щедры не перед нищими, а перед щедрыми. Так зачем? Зачем быть щедрыми перед щедрыми? Я с ними не нажала. Щедрость нужна. Разве вы не обмениваетесь подарками со своими друзьями? Разве вы не помогаете им в час нужды? И, соответственно, ждете, что они помогут вам в час нужды? Но, очевидно, вы не помогаете нищим, потому что состояние нищего никак не изменится от вашей подачки. Кроме того, нищий, как недобродетельный, не способен оценить добродетель. Вы же не рассказываете свиньям поэмы Гумера в расчете на то, что одно из их хлюканий окажется позитивным. Точно так же, в классическом представлении, высшее никогда не существует ради нищего. Это безумие. Лучшее никогда не существует ради худшего. Это безумие. Ситуация ровно обратная. А это значит, что щедрый и добродетельный не должен метать бисер перед недобродетельными. Наоборот, недобродетельные нужны для того, чтобы он мог быть добродетельным. А вопрос тогда, почему правитель, или государь, или кто-то делает что-то для народа, если народ стоит ниже? Вот, хороший вопрос. Он будет сформулирован следующим образом. Может ли тиран быть мотом? Иными словами, может ли тиран быть щедрым человеком? И арестователь на него ответит. Взрение и вообще благотворительные форты, которые богатые люди. Вы должны понимать, что благотворительность появилась как христианская благотворительность. В смысле, в слове благотворительность столько Бога, сколько это вообще возможно. Греки не имеют никакого отношения к этому вашему Богу. Фридрих Великий говорил, что настоящий государь – это первый слуга своего государства. Умная мысль, да вообще вот такая. У нас с чьей точки зрения-то? Народов. Ну вот. На самом деле, высшее не может служить низшему. Это абсурд. Если мы в это верим, тогда получается действительно, что это не счастье свиньи оказаться у вас в тарелке, а ваше счастье оказаться в тарелке у свиньи. Ну просто очень тяжелая цельная ситуация, как бы, не с точки зрения христианства. Именно поэтому мы здесь увидеть перспективу, не зашоривать глаза, а посмотреть, какой может быть альтернатива. Если так, то поступки сообразные добродетели будут доставлять удовольствие сами по себе. Вы видите это «а если так?» Аристотель сомневается, Аристотель не уверен. Вопрос. Поступки сообразные добродетели, доставляющие удовольствие, это естественное удовольствие? Да. Хочет ли альтернатива сказать, что естественное удовольствие и высшее удовольствие – это одно и то же? Мы возвращаемся обратно и говорим себе, у нас ведь не одна добродетель, а два типа добродетеля. Соответственно, мы должны понимать, что естественное добродетель, в смысле естественное удовольствие, относится только к одному типу добродетеля. И это и есть высшее удовольствие и высшее добродетель. Тогда получается, что есть естественное удовольствие, а есть позитивное удовольствие от добродетеля. И это два разных удовольствия. И естественное удовольствие выше, чем удовольствие, получаемое от добродетеля. Более того, они в то же время добры и прекрасны. Хороши и благородны. Хороши и благородны. Причём и то, и другое в высшей степени, если только правильно судит о них добропорядочный человек. А он судит так, как мы уже сказали. Итак, добродетель или счастье объединяет в себе три этих вещи. Удовольствие, благо и красоту, слэш, благородство. Тут же ниже, чуть-чуть прям капелькой ниже, будет подразумеваться, что у нас есть разница между созерцанием и добродетелью. Ну, которую мы уже с вами обозначили. Поэтому встанет вопрос, добродетель созерцательная, она тоже объединяет в себе удовольствие, благо и красоту, благо и благородство? Или она лишена чего-то из этого? Удовольствие она не лишена, это мы знаем. Как насчет... Красота может быть. Да, как насчет красоты? Что это, что с красотой не так? Что есть красивое? Ну, это внешнее что-то. Красота может быть относительной. Нет, я хочу услышать, что слово колонн имеет отношение к политике, а не к философии. О чем мы уже с вами говорили. Добродетель подлинная может, вполне может быть некрасивой, не имеющей отношения к красоте. То есть, например, мне дать мне остыня. Нет, не дать милостыню – это красивый поступок сразу. То есть, это как раз красота. Вполне может быть дать милостыню, то есть совершить некрасивый поступок. Хорошие люди милостыню не дают. Вы должны это усвоить раз и навсегда. Только плохие люди дают милостыню. Давайте по-другому. Только нищие могут давать милостыню. Мне кажется, я хотел быть ее молодым. В этом смысле только философ может совершать уродливый поступок, да. Это абсолютно неприемлемое в хорошем обществе совершать такие поступки. Я правильно принимаю, что добротетель у нас будет разделяться на добротетели пониже, для того, чтобы больше наше число. Моральные и интеллектуальные, да. При этом мы говорили, что добротетель – это поступок и билон успешный поступок. А еще до этого мы говорили, что созерцание никаким поступком не является. У нас проблемы здесь нет. Нет, проблемы здесь нет. Потому что, естественно, Аристотель может себе всегда позволить иметь в виду под добродетелью и то, и другое. Или только что-то одно. Я говорю это. Конечно, конечно. Это классический античный прием не только Аристотель, но и Сократ в флотоновских диалогах. Даже не Сократ, а если на связи с логикой. Это не отменяет того, что он классический политический философ. Более того, эта книга не для логиков. Если бы он в логике что-то подобное делал, к нему были бы вопросы. Но эта книга не для людей, глубоко знающих логику. Ни при каких обстоятельствах. Но это хорошее замечание. И я хочу, чтобы вы это усвоили. В любом классическом политическом труде есть такая возможность, когда один и тот же термин используется в двух разных значениях и используется не только одновременно, но и попеременно. Когда Аристотель говорит, что добродетель – это только деятельность, он говорит про моральную добродетель. Когда Аристотель говорит, что добродетель ведет к удовольствию, и это удовольствие естественно, а естественное удовольствие – высшее удовольствие, он говорит про другую добродетель. То есть сначала про их две добродетель ведет к удовольствию. Тут нет проблемы. И нравственные добродетели, и интеллектуальные ведет к удовольствию. А потом, когда он говорит, это удовольствие естественно, и, следовательно, добродетель ведет к естественному высшему удовольствию, мы должны задаться вопросом, о какой добродетели идет речь. Потому что для человека есть только одна естественная добродетель. Его высшая добродетель. Потому что только она имеет отношение к нему как к человеку. Моральные добродетели не имеют отношения к нам как к людям. Потому что они связаны не с интеллектуальной частью души, а с желающей частью души. Поэтому значение добродетели изменилось. И заметьте, Аристотелю не нужно брать это в скобочки, делать сноску или кидать это куда-то назад. В смысле, ему не нужно скрываться. То есть те, кто читает эту книгу как книгу для законодателей и учителей законодателей, останутся в парадигме. У них все свяжется в единую цепь. Добродетель – это действие. Добродетель ведет к удовольствию. Естественное удовольствие – это высшее удовольствие. Какой надо вывод сделать? Добродетель как действие ведет к высшему удовольствию. Этого вывода нет. Но в этом красота от классика. У Платона мы могли бы сказать себе, это были бы две разные точки зрения, которые высказывают два совершенно разных персонажа и идет спор. Аристотель не пишет диалогов, у него трактаты. У него нет выбора. Он должен применять какие-то приемы, которые действительно поменяются. А ты смотришь меня точно так же в животных. Ты так очень любишь. Речь идет о желаниях и о контроле над желаниями. У животных есть фроносис. Просто у них ситуация другая. Вот и все. Ну, это инстинкта, не страсть. Так, а ваши желания – это же все инстинктивные желания. Вы же не приказываете себе желать. Вы просто испытываете желания. Понимаете, да? Ну вот. А животные могут разве их подавлять? Желания? Животные находятся в другой ситуации. У них может не быть выбора. Мы находимся в иной ситуации. У нас выбор есть. Не в том смысле, что мы можем подавить, а можем не подавить. Речь идет, конечно, только о хороших желаниях. А в том смысле, что у нас есть выбор, как достичь их. И это фроносис. То есть мы хотим есть, в скобочках быть богатыми. Животное хочет есть, животное ищет добычи. Мы хотим есть, в скобочках быть богатыми. Фроносис подсказывает нам, как мы можем сделать это наилучшим образом. Но фроносис не имеет отношения к разуму. Фроносис есть и у животных. Потому что, когда животное хочет есть, оно начинает искать пищу. Где? Ну, где ее скопление? По запаху? По следам? Как-то еще на глаз? Еще что-то такое. Да. Вы не приказываете себе желать? Да. С естественными удовольствиями мы как раз-таки приказываем себе. Мы приказываем себе с помощью этой привычки выработать все эти добродетели. И в итоге, чтобы достичь и наполчасти. Поесть это для вас приказ. Уезжать на березду. Смотрите, желание возникает естественно. И вы, например, хотите наивысшего удовольствия. Эль Стоит говорит, что наивысшее удовольствие заключается в том, чтобы быть добродетельным. Тут возникает фроносис и говорит, что чтобы быть добродетельным, ты должен сделать это, 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 это. Это уже само приказ. Но животных-то и то же самое. Когда вы в компании пошлых шуток выдаете пошлую шутку, в желании проявить свое чувство юмора, вы ведь не сидите над этой шуткой 20 минут до того, как компания соберется и не думаете, в какой момент ее сказать и как именно ее сказать, с какой интонацией. Да вы слишком много думаете, да. Тогда у вас нет чувства юмора. Если у вас нет чувства юмора, тогда это отдельный вопрос. Но когда вы проявляете его, вы проявляете его абсолютно инстинктивно. Вопрос здесь в фроносисе, который говорит, вот сейчас или не сейчас. С точки зрения классической философии, может ли религия для меня, люди, которые во имя своей веры постоянно ограничиваются без здрасти, будет достойно продолжение или нет? Потому что они это делают не разумным, а, например, страхом или там откровением или еще чем-то. Для греков религии нет вообще. Религия – это как раз то место, где вы все свои, выпускаете все свои желания. То есть, как выражается религиозная практика? Это оргия. Раз в год все женщины Афинского полиса выезжают на остров Икс, где происходит бесконечная лесбийская оргия. Так они приобщаются к миру, так они становятся частью мира. Цивилизация заставляет вас отделиться от мира, вот эти самые правила. А у аборигенов Фиджи никаких правил нет. Поэтому, чтобы вы могли нормально жить с цивилизацией, вам нужно выпускать парк, вам нужно приобщаться к миру. Раз в год в качестве религиозного культа отправляетесь и испытываете. Потом возвращаетесь. Та же самая практика, но уже не с оргиями, а, например, с танцем. Мужчины не танцуют. Но есть такие ритуальные обряды, которые требуют от вас танца. И в танце вы соединяетесь с миром. Вы перестаете быть отдельным личностью. Вы совокупляетесь, присовокупляетесь к общей линии движения. Будь то мамба или, значит, человеческая многоножка. И теряете таким образом себя. Но это, конечно, вообще никак не про греков. В смысле, все эти анализы греческой жизни точно не про классическую политическую философию. Более того, в этике нет ни слова о религии. Нет благочестия, как добродетели. В политике надо вспомнить, есть ли вообще в идеальном государстве какая-то религия, наверное, есть и храмы стоят. Но Аристотель ничего не говорит ни про то, какие там боги, ни про то, как им поклоняются. Это вообще лишнее рассуждение. Связано это, как вы помните, с тем, что у греков нет установленного культа. Нет священного текста. Нет канона. Поэтому каждый может поклоняться, какому богу захочет и как захочет. Но при этом надо поклоняться богам города еще, да? Потому что коллектив требует. Но это все. Счастье, таким образом, это высшее и самое прекрасное благо, доставляющее величайшее удовольствие. Причем все это нераздельно, вопреки известной девовской надписи. Право прекраснее всего, а здоровье лучшая участь. Что сердцу мило добыть, вот удовольствие оно. А ведь все это вместе присущено и лучшим деятельностям. А мы утверждаем, что счастье и есть эти деятельности. Или одна самая из них лучшая. Да. То есть сейчас мы говорим себе что-то вроде. Есть работа, она ради денег. Есть хобби, оно для удовольствия. Есть дружба, она для того, чтобы иметь возможность быть поддержанным товарищами. А есть любовь, она для того, чтобы чувствовать себя тепло и хорошо в момент обнимашек. А если люди говорят, нет, нет деления. А одна деятельность приносит вам все, если это высшая деятельность. Однако, по-видимому, для счастья нужны, как мы сказали, внешние блага. Но Аристотель не сумасшедший, не глупец и не идеалист. Ибо невозможно или трудно совершать прекрасные поступки, не имея никаких средств. Заметьте, теперь только прекрасные поступки. Ведь многие поступки совершаются с помощью друзей, богатства и влияния в государстве. Словно с помощью орудий. А лишение иного, например, благородного происхождения, хорошего потомства красоты, исключает блаженство. Заметьте, это естественная издевка. Уродливый не может быть счастливым. Кто же это, вечный уродец? Делать бездетный. Отлично. Бездетный не может быть счастливым. Кто же это, вечный бездетный? Платон? Платон, да. Аристотель говорит, ты не можешь быть, потому что ты урод. А ты не можешь быть, потому что у тебя детей нет. Вот куда завели их, их идеальные представления о счастье. У Аристотеля есть дети, и Аристотель красавчик. Ибо едва ли счастлив безобразный с виду, дурного происхождения, одинокий и бездетный. И должно быть, еще меньше можно быть счастливым, если дети и друзья отвратительны, или если были хорошие, да умерли. Да, вы видите эту проблему. Ну, Аристотель же тогда есть хиосов, получается, потому что он был... Это бы то, что ему Платон бы сказал. Аристотель бы тоже сказал, так у Сократа тоже есть дети. А Сократ бы сказал, так я на своих плевал. Аристотель бы сказал, так я на своих тоже. А Платон бы сказал, а я красивый. Ну да. А Аристотель бы ему ответил, ну ты бездетный. Красивые ты мы оба, но у тебя детей нет. Как ты можешь быть счастливым? Итак, дети не могут быть счастливыми, уродцы не могут быть счастливыми, нищие не могут быть счастливыми, бездетные не могут быть счастливыми. Какие-то внешние блага необходимы для счастья. Обязательно являются... Ну, необходимо плохо звучит, обязательно являются компонентом счастья. Но ведь красота – это то, над чем условно работать нельзя. То есть это то, что появляется у человека само по себе. То есть человек либо красивый, либо некрасивый. Это есть результат труда. Угадайте, кого? Родителей. Конечно. Причём не просто родителей, а, например, отца, который выбрал себе в жёны красивую женщину. А в вашем случае, что он не родился и ребёнок, да он? Ну, он точно не может быть счастливым, а теперь и отец не может быть счастливым. Он просто плохо трудился? То есть это зависит от случайности? Конечно. То есть счастье имеет в себе элемент случайности. Это правильный вывод и в аристотелевском ключе. Для нас с вами, как для законодателей и учителей-законодателей, вывод может быть только один из всей этой тирады. Что мы должны своими законами стремиться к созданию такого общества, которое было бы максимально богатым, в смысле широко богатым, и которое было бы при этом максимально плуровитым. Вот эта мысль по поводу того, что если есть, типа, деятельность, то есть высшая деятельность, это такая, которая отключает себя всё, отключает себя всё, отключает себя всё. То есть все удовольствия получаешь в ней. Ну, высшее удовольствие, это точно, да. Все это же телесные ещё обязательно. Ну, у неё с этой мыслью настолько вот, я не знаю, закостенела, что... Наоборот, это настолько крутая мысль, ну что вы. Да, мысль, что её даже Нитчеря принял. И помните, мы с вами обсуждали взгляд Нитчеря по поводу философа и его женщин? Ну, видите, даже так. Он предлагает альтернативу, но в то же время он взял ту же самую идею. У философа, почему, блин, где когда Нитчеря обсуждают, почему философ не женится? Да, не может быть... И он обращает философ, который не женится. Да, да. И говорит, что не нужно, потому что философ создачивает себе как спортсмен, ограничивая себя. Да, 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 да. Но Аристотель-то говорит, прям противоположное. Подождите, но вы сейчас заключили. Это Аристотель говорит, прям противоположное для кого? Для простых, хороших людей или для философов? Вот. Хороший вопрос. То есть это реально обвинение Платону-Сократу. Но вы же засмеялись, правильно, когда поняли, о ком пошла речь? Значит, Аристотель не настолько серьезен. И я специально обращал на ваше внимание. Для нас, как для законодателей и учителей, законодателей, это правильный вывод. Подлинное счастье не связано ни с какой деятельностью. И подлинное счастье вполне, может быть, не связано и с внешними благами. Для этого нам нужно дополнительное знание. В политике Аристотель говорит, что делает сверхчеловек. Обогащается, да. Он все-таки признает, что, по крайней мере, на что-то жить надо. Да. Но он не говорит, что у сверхчеловека есть семья и дети. Он не говорит, что он красив или уродлив. То есть я совсем признаю, что он потребляет за сверхчеловека. Это же философ. Нет. Почему? Если он не говорит, что он должен быть красивым и уродливым, значит, и красивым может быть и уродливым. Да нет, но он же был богатым, бодрым. Аристотель был богатым, да. Учителем Александра Македонского. Ну, он... Он был участием у государственной системы. Участие системы. Нет, вы же должны сказать, что богатым он стал не потому, что он был учительом Александра Македонского, а потому что он на дочке Тирана женился. То есть... То есть... Что он еще люб женат был. А то, что он добил целый с час такого богатого. Как бы... И дети были в роду. Ну, то есть, как бы там все против того, чтобы было там... Чтобы признать, что он был естественным господином, то есть холос. То есть я не зарабатывал постоянно и жена, а у него было, и дети. Красиво. Ну, да, злодей какой. Да. Правильно, я понимаю, что истеральное государство не может возникнуть неслучательно. Если у нас так много индивидуальных государств в частности людей, то с учётом того, что сейчас зависит от огромного количества внешних факторов, которые не зависят не просто от внешних обстоятельств как общества, но и внешних обстоятельств в плане физических внешних обстоятельств, то правильно ли я понимаю, что индивидуальное государство – это плод чистой случайности? Сократ и Платон, они бы с вами согласились. Платон прямым текстом заставляет Сократа сказать, что появление идеального государства – это результат случайности. Поэтому, говорит Сократ, в государстве вполне возможно, что оно уже было и ещё будет. Это результат невероятной случайности, там конкретное совпадение двух вещей. Аристотель не говорит это. Аристотель прекрасно понимает, что идеальное государство недостижимо в принципе. Он указывает на проблему и указывает на проблему, указывает на предмет, которым законодатели должны заниматься. Это то, чем законники, законодатели и учителя законодателей должны быть обеспокоены. Идеальное государство создаётся путём законов. И в этом смысле законы должны принимать во внимание, что человек не может быть счастлив, если у него нет определённого набора благ, включая даже самые дурацкие, которые мы сейчас отметаем, такие как красота и здоровые дети. Иначе никак. В своём концепции идеального государства Аристотель показывает, что, конечно же, 100% людей не могут быть счастливыми в государстве. Вопрос идёт о большинстве. Можно ли сделать так, чтобы большинство было в хорошем достатке? Опять же, не в гигантском достатке, а в хорошем достатке. Чтобы оно было красивым, чтобы у него были дети, которые бы продолжили жить, успешные дети. Ответ на этот вопрос, в смысле, можно ли сделать так? Скорее, да, чем нет. Современное государство формально, уж либерально это может быть и даже неформально, делает всё, чтобы у вас был достаток, чтобы вы были красивыми и имели собственных детей. То есть у нас ведь целые клиники существуют, которые решают проблему бездельности. А если они не помогают, у нас есть институт усыновления. То есть если уж совсем ничего, то вот, пожалуйста. И таким образом, видите, законодатель об этом подумал. Минимальные какие-то блага он за вами оставил. Даже если вы супербедный, вот, пожалуйста, вам там ночлежка или там застаём на квартиры. Да? И так далее, и так далее. Налоги мы так снизим, если вы мало зарабатываете. Если много зарабатываете, повысим вам налоги. У вас не получается детей завести, вот больница. Не получается, в принципе, вот детский дом. Или там в Россию съездите, возьмите русского ребёнка себе. Говорят, они неплохие. И мы должны об этом думать, конечно, как законодатель. То есть не может быть такого, чтобы мы такие, давайте-ка мы сделаем суперсчастливое государство. Но сначала у всех всё отнимем, потом половину пересажаем, откажемся от медицины и посмотрим, кто там, как там счастье прибавится в стране или не прибавится. Александр Николаевич, если здорово, если вот это хорошее общество, которое состоит из счастливых посредственных людей, результат отчасти случайности, то наличие в нём, в таком обществе философов, ещё большая случайность. Это правильно? Конечно. Появление философа – это, в принципе, случайность. Смотрите, если это ещё большая случайность, то, допустим, мы возьмём человека, который бы сказал, что мы оцениваем результат по итогу, да? То есть, он хотит стать философом и хотит достичь этого созерцания, и кто и достичь чего – это разные вещи. Абсолютно. И, ну, это постоянный труд. То есть вот эти вот допредители – это же постоянный умственный труд. И вот это достижение, максимальное достижение вот этой чисто человеческой цели, то есть цели, которые сосредоточены на разуме. Это же постоянный труд, и получается, ну, нет никаких гарантий, что-то либо достигнуть. Вы опоздали сегодня. Прошлая фразочка была, какая разнообразие означает иерархию. Сегодня, фразочка дня сегодня… Труд и результат. Труд не гарантирует результат. То есть это зависит просто от таланта. Не просто от… Нет, нет, нет. Просто от таланта плохо сказали. Это зависит от природы, но ещё и от труда. Тот, кто имеет природу, но не трудится, не станет философом. Тот, кто трудится, но не имеет природы, не станет философом. Только суперредкая случайность, когда у вас совпадает и природа, и труд, тогда да. То есть это совпадение состоит из двух частей. Из труда… Как минимум. Из чего-то искусственного. Нет, почему? Но это же всё равно искусственное. Нет, как это? Это же труд… Нет, 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 нет. Это же труд… Нет, мы про примычки не говорим, если мы говорим про философа. Это же труд разума. Да, хорошо. Но разумная часть души – это человеческая часть души. Поэтому этот труд абсолютно естественный. Это самый естественный труд, который вы только можете делать. Всё остальное – скотский труд, нечеловеческий. Когда вы руками камни переносите, это скотство. Это не имеет отношения к человеку. То есть, получается, это состоит из вот этого вот труда и из чего-то такого… Из природы, да. Что не подойдётся какой-то логике. Вот этот талант, он не подойдётся… Он врождённый, он невоспитанный, да. Именно поэтому, когда Ничи выступит против классической политической философии, он скажет, нет, 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 мы должны с этим покончить. Философов не надо ждать, их надо создавать. Для него это будет война со случаем и с судьбой. Но для классиков – да. Понимаете, им настолько дико повезло, что у них в течение трёх поколений родился Сократ, за ним Платон, за ним Аристотель. И они каждый были учениками друг друга. Ну, Платон – Сократа, а Аристотель – Платон. А не доказывает ли это мысль Ничи? Нет, 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 нет. А, или это же он на них цепит? Это супер, да, конечно. То есть, это была супер случайность. Ничи поэтому одержим греческой культурой. Он говорит, нет, 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 это не может быть случайностью. Греки что-то сделали такое, чтобы у них вот это появилось. Его доказательство заключается в частности в том, что у них вообще появилась философия. Больше её нет нигде. Значит, греки что-то могли. И в этом смысле мы, конечно, должны ориентироваться на греков и имитировать греков. Но мы не говорим про Ничи, я отвлёкся. Хорошо, давайте дальше. Потому для счастья, как мы уже сказали, нужны, видимо, ещё и такого рода благоприятные обстоятельства. Именно поэтому некоторые отождествляют со счастьем удачу, в то время как другие добродетели. Раньше ориентирователь говорил нам, что счастье касается только внутренне присущего. На этом основании отвергались внешние удовольствия и внешние удовольствия. Теперь он вынужден сказать, что нет. На самом деле счастье требует не только внутренне присущего, но и внешне присущего. При этом внешне присущее вообще никак не связано с добродетелью. В этой связи ставят вопрос. Есть ли счастье результат обучения, приучения или ещё какого-то упражнения? Да, даётся ли оно как некая божественная доля, или оно случайно? Конечно, если вообще существует какой-нибудь дар богов людям, весьма разумно допустить, что и счастье дарится богами, тем более, что это наилучший из человеческих благ. Но данный вопрос, вероятно, скорее принадлежит другому исследованию. Да, а Листотель должен разобраться и с этой точки зрения. Если счастье – это случайность, как вы пытаетесь утверждать, и как мы пытаемся её рассматривать, кто отвечает за случайность в этом мире? Боги. Значит, счастье – это результат действия богов. Аристотель говорит, да, действительно, если нет ничего выше счастья, то разумно предположить, что счастье, и счастье случайно, разумно предположить, что счастье даровано богами. Но он тут же останавливается. Даже если счастье даровано богами, этика и политика не имеют к этому никакого отношения. С богами общается, и с богами работают какие-то другие искусства. А ни в коем случае ни этика и ни политика. Поэтому придётся вернуться с небес на землю. То есть правильно получается, что он в какой-то момент просто начинает подниматься наверх, и сам себя обрубает, и в смысле приземляет? Нет, он предлагает ещё одно общепринятое мнение. То есть как только он признаёт, что счастье зависит от внешних благ, ему приходится признать, что счастье – это случайность, может быть результатом случайности. Случайность контролируют боги. Всякий нормальный человек это знает. Поэтому к Аристотелю, у читателя может возникнуть вопрос. О чём, дорогой друг, ты вообще говоришь, если счастье даруют боги? Не надо работать и быть добродетельным. Надо идти в храм, приносить жертвы и молиться. И вот тогда ты будешь счастливым. Это единственный путь. Аристотель говорит, может быть и так, но это точно не касается нашей сегодняшней темы. Мы о политике говорим, она к богам не имеет никакого отношения. Что удивительно, строго говоря. Нет смысла говорить сейчас о богах, о том, есть ли боги, сколько их, чего там, как, что они требуют, что они требуют. Не надо. Мы снова возвращаемся к тому, что свободно рождённый не должен быть серьёзно образован. То есть он должен знать, что боги существуют. Но он не должен знать о боге перводвигателей, о том, как был создан мир. Вот это вот не надо, потому что это зло. Именно поэтому Аристотель указывает на проблему и говорит, всё, остановимся здесь. А если Аристотель вообще кто-нибудь из классического птической философии пытался дать ответ, почему истинное, вернее, её отсутствие настолько ужасное, и как раз именно вообще Мессимир и вся цивилизация, которая даёт возможность существовать философ, устроиться на постоянном обмане себя? Все, начиная с Сократа, ставят именно этот вопрос. Никто не сомневается, что государство построено на обмане. Вопрос, может ли оно быть построено не на обмане. Мне кажется, что книга Платона, называющаяся «Государство», а именно последняя часть этой книги, прямым текстом говорит – нет. То есть та же Сократ вынужден признать, что единственным способом существования идеального государства является колонн псевдос – благородная ложь о том, что существуют боги и посмертные наказания. Только так можно заставить людей вести себя подобающим государству. В идеальном аж точно. Аристотель не согласен. Про богов он не говорит. Ему этого не надо. Именно поэтому Аристотель приземлённый, а не возвышенный. Вы сказали, этика не связана с ледофизикой. То есть если у нас есть бог, который довел человеку счастья, то он может вновь входить в молитв, ничего при этом не делая. Да. Но если посмотреть это с другого угла, то есть есть бог, который, ну, метафизический бог, который просто обеспечивает само наличие этого счастья. То есть он неопытный. То есть это так не работаешь. Не придёшь, помолишься, и тебе что-то будет. Просто как обуславливающий само наличие вот этого вот, вот этой категории. Нет, мы возвращаемся обратно к случаю. Если счастье случайно, за случай отвечают боги. Вот нет других существ, с помощью которых мы могли бы контролировать случай. Следовательно, надо не здесь и сейчас там деньги копить, хорошим быть, а надо к богам обращаться. То есть если вы сможете богов убедить, сделать вас счастливой, всё, ничего не надо будет больше делать. Но мы же сказали, что не только случай, что это составляющая, но и случая и труда. Это правда. Но без случая ничего не будет. Нельзя быть щедрым, если вы бедный. Только без труда, но со случая. Да, это верно. Но Аристотель должен принять точку зрения, согласно которой случай находится в руках у богов. Подумайте по-другому. Давайте мы скажем не про деньги, потому что труда-то там может и не быть. Или наоборот, может, но пустой. Труд ведь не гарантирует результат. Значит, боги могут гарантировать результат. Это первое. Второе. Представьте, что у вас реально, что в семье, не у вас, а вообще в семье, в какой-то реально родился неполноценный ребёнок. Труд был? Был. Оба родителя взрослые, здоровые и красивые. Как так случилось? Боги. Чтобы этого не случилось, следовательно, надо было вовремя молиться и приносить жертвы. Но это не политика. Это какая-то другая наука. За взаимоотношение с богами отвечает другое искусство. И именно поэтому в этике ему нет места. Вы говорите про христианского бога. Нет, почему? В античности то же самое. Да, метафизика Аристотеля, она, по-моему, достаточно включает в себя это. То есть этика может взаимодействовать с метафизикой именно Аристотеля. Этика вообще может взаимодействовать со всей философией Аристотеля, что я пытался вам показать на нашей первой встрече. Но люди, которые читают этот трактат, не могут быть образованы глубоко. И тогда у них возникает вопрос. Их нельзя отправить в метафизику, потому что это не то сочинение. Не для них сочинение. Поэтому нужно сказать, что, к сожалению, то, что вы спрашиваете, не имеет отношения к тому, что мы здесь обсуждаем. Тем не менее ясно, что даже если счастье не посылается богами, а является плодом добродетели и своего рода усвоение знаний или упражнения, оно всё-таки относится к самым божественным вещам, ибо награду и целью добродетели представляется наивысшее благо и нечто божественное и блаженное. Я возвращаюсь к счастью, как к эвдомонии. У нас возникает куча-куча-куча-куча проблем. Значит, добродетель – это действие. Отлично же, да? Нормально работает всё. Возвращаемся к первому предложению этого текста. Всякое действие имеет в виду предполагаемое благо. Возвращаемся ко второму предложению. Некоторые действия являются самоцелью, другие ставят цель вне себя. Добродетель – это действие. Следовательно, добродетель не есть благо, даже если оно является самоцелью. Счастье – это благо. Счастье отличается от действий. Счастье является результатом действия. Добродетель не означает счастье. Добродетель – это просто средство к счастью. Добродетель – не самоцель. Добродетель второстепенно по сравнению с целью, которую она ведёт. Таким образом, кажется, Аристотель хочет сказать в этом конкретном отрывке, я подчеркиваю, кажется, что из двух составляющих счастья, добродетелей и внешних благ, и то, и другое носит инструментальный характер, и то, и другое не первостепенно. Такое может быть? Вы можете смело сказать, а как же иерархия? И ответ Аристотеля понятно, добродетель выше, чем внешние блага. Это очевидно. Ну, банально, потому что внешние блага вне вас, а добродетель внутри вас. Но добродетель не самоцель. Добродетель второстепенно. Именно потому, что она является действием, а счастье является результатом действия. В то же время счастье – это нечто общее для многих, ведь благодаря своего рода обучению и усердию оно может принадлежать всем, кто не увечен для добродетеля. Да, 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 да. Обучение добродетелей и практика добродетелей – это разные вещи, кажется очевидным. С другой стороны, это очень странное дело, ведь обучение добродетелей подразумевает знание добродетелей. То есть Аристотель опять нам говорит, что знание и действие – это разные вещи. Но и то, и другое относятся к счастью. А если быть счастливым так лучше, чем случайно, то разумно признать, что так и бывают счастливыми, коль скоро сообразному с природой свойственно иметь состояние наипрекраснейшее из возможных. Так же, как и сообразному с искусством и со всякой причиной, особенно сообразному с наилучшей. И предоставлять же случаю самое великое и прекрасное было бы слишком опрометчиво. Да. Аристотель говорит буквально следующее. Счастье все-таки не может быть случайным, потому что случай слишком низок, а счастье слишком высоко. Счастье связано с природой. Природа не является случайной. Природа – не хаос. Поэтому так или иначе мы должны отбросить случай и веру в случай. Банально потому, что добродетель в любом случае выше, чем случай. Мы же должны остановиться и задать вопрос. Если быть счастливым так лучше, чем случайно, то разумно признать, что так и бывают счастливыми. Достаточно. Второй вариант ответа. Если мы признаем равенство случая и добродетели в достижении счастья, то мы, естественно, зададим себе вопрос. Действительно ли это так? Кто лучше? Человек, который всю жизнь старался быть добродетельным и стал счастливым, или человек, который на улице миллион долларов нашел и стал счастливым? С точки зрения целевой аудитории этой книги, конечно же, лучше в первое. Это очевидно. Потому что иначе, если мы скажем, что лучше второе, то нам придется создавать государство, целью которого будет выигрыш в лотерею. То есть государство бесконечной лотереи. Что не есть хорошо? Мы также должны себе задать вопрос. Могут ли все люди быть счастливыми? Если счастье естественно, в смысле, эссенциально принадлежит человеческому. И ответ нет. Мы должны признать, что все люди не могут быть счастливыми. То есть мы заранее должны подготовить себя к для нас очевидной вещи, но вещи, которые надо проговорить. А именно, что созданное нами государство, даже если оно близко к идеальному, даже если оно идеально, не может сделать всех своих членов счастливыми. И тогда мы должны задать себе будем второй вопрос. А какое количество счастливых членов достаточно, чтобы считать государство успешным? Большинство или больше половины? А сколько больше половины? 70%, 80%, 90% это все больше половины? 50% плюс 1. Демократия. Аристотель поэтому подводит к тому, что ведь быть разумным это очень тяжело. Нет, мы сейчас не про разум говорим, а про нравственные добродетели. Про счастье. То есть большинство не может быть счастливыми. 50% плюс 1 тоже. Если вы говорите про подлинное счастье, то конечно. А если мы говорим про счастье, возникающее из нравственных добродетелей, тогда вопрос. Нет, очевидно, что даже счастье из нравственных добродетелей, возникающее, не может быть доступным для всех членов государства. Для детей точно не может. Помните, как это? Матросам и собакам вход запрещен. Вот детям и собакам вход в счастье запрещен. Ну хорошо, говорим о себе. Все остальные могут. Да, именно поэтому у нас стоит вопрос плановой экономики, планового счастья. Какой уровень счастья мы считаем приемлемым для того, чтобы назвать наше государство хорошим? Потому что даже в самом худшем государстве мы можем найти одного-двух счастливых людей. Они, как правило, живут в другом государстве, но это другой вопрос. Сколько должно быть счастливых людей? Сдаётся вопрос, но это такой, наверное, просто замечательный вопрос. А вы хотите сказать, что Аристотель не задаётся этим вопросом? Ну да, это вопрос. Ну, наверное, больше половины, я вам уже не важно, сколько больше половины, 60 или 70. Как только число переводило за половину... 50 плюс 1, то есть ваш ответ, да? Кажется, мне меньше половины быть, и, во-первых, хорошо. Я ещё помню, что мы давно говорили о том, что большинство, оно не может договориться. Что большинство, оно как бы не сможет в едином каком-то... В едином подруге, да? Нет, ну, законам же оно должно подчиняться. То есть если у вас в государстве большинство не подчиняется законам, наверное, государство уже не существует. Если мы говорим именно о счастье, сделать так, чтобы счастливым было большинство, это невозможно. Счастье в данном случае – это результат внешних благ и усилий в воплощении добродетели, в добродетельной деятельности. Эта добродетельная деятельность регулируется законом. То есть большинство законопослушным и достаточно богато. Вот оно счастье. То есть мы принимаем именно законность действий граждан. Сколько граждан должны поступать в соответствии с законом? С добродетелью, да. Сколько граждан должны поступать добродетельно? Ну, все должны поступать. Такого не может быть. Сколько, чтобы мы могли назвать себя успешным? Ну, тогда большинство. Большинство – это сколько? 50 плюс 1 – это тоже большинство, да. Может быть, я задаю вопрос нисколько, а какие из классов общества должны быть счастливыми, чтобы у нас функционировали? Просто если мы будем поддерживать расклад, или военные силы, которые будут угнетать всех возможных, то мы, в принципе, нормально будем функционировать. У нас есть только два класса – свободные члены колокогатии и все остальные. Свободные члены колокогатии – это свободные и равные. Это граждане. Речь идет только о гражданах. Сколько процентов граждан должно быть счастливыми? То есть, ваше вес, на которое вы сходите, это 50 плюс 1. Исследуемый вопрос проясняется также из нашего определения счастья. Ибо сказано… Из нашего логоса счастья. Ибо сказано, что счастье – это определенного качества деятельность души, сообразно добродетельно. Что же касается прочих благ, то одни из них даны как необходимое условие счастья, а другие по своей природе являются подсобными и полезными орудиями. Да. Добродетель – это не результат существования души, а результат существования деятельности. И хотя каждая душа способна к деятельности, не каждая совершает эту деятельность. То есть, каждый человек может быть добродетелен, но не каждый собирается действовать. У нас есть потенция, но потенции мало. Нужна актуализация. К этой актуализации, этой потенции, должны добавиться еще и внешние блага, которые зависят от случая и сами по себе не делают нас счастливыми, но являются неотъемлемой частью счастья. Это, видимо, согласуется со сказанным вначале. Мы полагали целью науки о государстве наивысшее благо, потому что именно эта наука больше всего уделяет внимание тому, чтобы создать граждан определенного качества, то есть добродетельных и совершающих прекрасные поступки. Да. Наука несовместима со случаем, как вы прекрасно понимаете. И тем не менее, счастье есть результат политической науки. Кроме того, политика должна делать людей не просто добродетельными, она должна делать их хорошими и поступающими благородно. Каким-то образом мы должны преодолеть случай, каким-то образом мы должны гарантировать достаток большинства людей, каким-то образом мы должны гарантировать, что у них будут дети, каким-то образом мы должны гарантировать, что они будут здоровыми, каким-то образом мы должны гарантировать, что они не будут долго болеть, каким-то образом мы должны гарантировать, что их родственники не умрут преждевременно. Взгляните на современное государство. Разве оно не пытается сделать именно это? Разве оно не пытается в минимуме воплотить то, что предлагает Аристотель? Если пытается, значит Аристотель все еще побеждает, он все еще господствует. Я хочу на неминутку остановиться и напомнить вам, что когда вам открывается один идеал, вам всегда открывается его противоположность. Подумайте над тем, как выглядит анти-аристотельянское государство. И какие принципы тогда могут лежать в его основе, если вы знаете, как оно выглядит. Мы, стало быть, разумно не называем счастливыми ни быка, ни коня и никакое другое животное. Ну, все, наконец-то Аристотель прям текстом сказал, да? Ведь ни одно из них не может оказаться причастным к такой деятельности. По той же причине и ребенок не является счастливым. Слава тебе, Господи, да. Ибо по возрасту он еще не способен к таким поступкам. А кого из детей так называют, тех считают блаженными, уповая на будущее. Ведь для счастья, как мы уже сказали, нужна и полнота добродетели, и полнота жизни. А между тем в течение жизни случается много перемен и всевозможные превратности судьбы. И может статься, что самого процветающего человека под старость постигнут великие несчастья, как повествуется в троянских сказаниях от Приами. Того же, кто познал подобные превратности судьбы и кончил столь злосчастно, счастливым не считает никто. И это гигантская проблема. Ладно, вам повезло родиться богатым, но жизнь идет настолько длинным чередом событий, и эти события настолько хаотичны, что в течение одной жизни человек может из богатого превратиться в нищего, в больного, старого, слабого, а потом обратно в богатого. Вот счастье, оно что, прыгает вот так вот вместе с внешними врагами и прочими случайностями судьбы? Проблема Приама – это серьезная проблема, которую Аристотель должен решить. Но зато параллельно он решил уже вторую проблему. Помните, когда мы начинали читать этот отрывок, Аристотель сказал, ну, с богами мы не имеем дела, это не та часть науки. А вот теперь он ответил на вопрос, почему с богами мы не имеем дела, или почему боги не могут даровать счастье? Нет, нет, нет. Потому что люди сами дают оценку. Нет. Подумайте не негативно, а позитивно. Потому что если бы боги могли даровать счастье, то могли бы быть счастливые дети и счастливые животные. Ничто не ограничивало бы бога в том, чтобы даровать счастье ребенку. Или лошадки, или свинёшки. Именно поэтому, так как дети никогда не могут быть счастливыми, и уж тем более животные, боги не имеют никакого отношения к счастью. Да. Нет, понятно. То есть вы бы могли найти счастливого ребёнка. А вы в клин или счастливую лошадь. Так зачем? Мне не понятно, что они как раз таки боги и даруют, потому что они не даруют его всем. То есть это не логика. Понятно, да. Они не даруют его всем. Значит, значит, мы можем найти одного счастливого ребёнка. То есть боги могут снизойти до того, чтобы дать какому-то суперизбранному чудо-мальчику счастье. Или чудо-коняшке счастье. Или чудо-свинюшке счастье. Но такого в принципе не бывает. А значит, боги никак не связаны со счастьем. Вход на вопрос, что они дают смертами, и поэтому они дают счастья. Потому что, ну, это, ну, через... Чтобы понять, чтобы разум человек пришёл, когда это несчастье, пришёл к счастью. Значит, ну... Это, конечно, классная апологетика. Но тогда бы дети же могли бы быть счастливыми. А если бы они станут дети, это уделить и станут счастливыми. Но если бы они не равны разуме, то есть... Смотрите, если боги существуют, они явно могут всё, что захотят. Они ничем не ограничены. Может, деньги делают. То есть, а мы как-то плоско, это... А что, они все общались тем, да ладно? Нет, нет, нет. Но если они реально могут сделать ребёнка счастливым, мы бы либо слышали о таком, либо бы видели лично одного какого-то супер-ребёнка или супер-свинью. Если бы философ, мы бы их слышали, так это не те, которые... Понимаете? Нет, если бы реально существовал такой супер-ребёнок, я бы уверен, про него бы новости снимали. Но они же есть, например, дети Индии, или чего-то такого нет. Ну, спросите, насколько они счастливые, да? Это простой и понятный аргумент Аристотеля. Счастливых собак не может существовать в принципе. Но если боги есть, могли бы. Зевс метает свои молнии. Бывает, молнии в людей попадают. Легко ведь такое случается. Но бывает же, да? Вот вам прямое взаимодействие бога и человека. Бог наказывает человека супер-штукой. С супер-редкой штукой. Но вы же про неё слышали при своей жизни? И, наверное, даже не раз. То же самое было бы, если боги бы давали бы счастье. Никто не знает, что мы вот это обсуждаем. Нет, мы бы определили... А если бы боги, как вы слышали? Нет, ну мы же слышали про то, как в людей молнии попадают, правильно? Нет, мы же представим, что это реально делают боги. Что они реально существуют и метают молнию. Почему мы посмотрели на моё представление о том, что бог не существует для того, чтобы дать тебе счастье? Нет, Аристотель вам доказывает, что боги не имеют к предмету никакого отношения вообще. Когда говорит, если бы они реально существовали, вы бы знали счастливых свиней. Помните, как в той детской сказке про поросёнка и Путина, Путина-шроты? Свинюшка бы заговорила с вами и объяснила бы основания бытия. И рассказала бы, что она счастливая, богатая, у неё хорошая семья. В этом самом на свинозаводе, на свиноферме растёт. Вы говорите про Тимилог? То есть он будет про Тимилог? Нет, конечно. Про богов в общепринятом смысле. Но у него же есть этот бог? То есть это первотвижитель? Первотвижитель не имеет отношения к людям никакого. Но мы возвращаемся к целевой аудитории. У целевой аудитории может возникнуть проблема. Если счастье зависит от случая, значит счастье зависит от тех, кто случай контролирует. А это боги. В одном моменте Аристотель говорит, не будем туда ходить. А в конце этого отрывка говорит, вот вам пример, который чётко показывает, что в принципе такого быть не может. Не надо знать о боге-первотвижителе, чтобы принять этот аргумент. Помните Александр Македонский, когда Аристотель Мерафейзико публикал письмо, ему яростное написало? Да. Что же это ты, гад? Я сказал, да. Помните, что он ответил? Да. Кто же поймёт? То есть не надо знать метафизику, чтобы быть учителем и последователем этики Аристотеля? Конечно, целевая аудитория разная. Это не просто в главный смысл. Это ещё и тот факт, что не все, что люди не равны.